Михаил Власович родился и рос в селе Краснохолм Илекского района. В 18 лет был призван на срочную службу в ряды советской армии. С этого времени и до пенсии вся его жизнь посвящена службе Отечеству. Отслужив в армию, он окончил военное училище в русско-японскую и воевал в Манчжурии. Там, где китайцы делали укрепления, японцы этих людей расстреливали, чтобы они потом не рассказали, что они делали. Тогда же бравый командир получил первую награду – Орден Красной Звезды за то, что взял в плен двух солдат японской армии. Когда артиллерия прекратила, я потом с солдатами вышел, смотрим, понимаете, бегут двое. Я потом выстрел дал, они потом услышали выстрел, остановились. В 50-х годах Михаил Литовский работал старшим воспитателем в Бузулукской детской колонии. Потом Михаил Власович руководил колонией-поселением в Солилецком районе. На пенсию он тоже не сидел сложа руки и продолжал работать. Как признается, юбиляр дожить до таких лет смог, потому что сберег себя сам. Никогда не курил, не пил, занимался спортом. Меня папа заставлял, вот 7 лет было, он, значит, как утром я встану, он, сынок, а ну-ка, три круга по двору сделай. И вот я с этого начал. И потом, понимаете, начал заниматься, значит, волейболом. Вот. А потом перешел на бег. Я бегал, значит, по 3 километра. С бега на быстрый шаг Михаил Власович перешел, когда ему исполнилось 85. Сегодня у юбиляра в гостях внук. Проведать дедушку он прилетел с места службы из Барбежана. Молодец, дед. Таких дедов, я не знаю, на руках нужно носить таких людей, как он. Совсем скоро за праздничным столом соберется вся немаленькая семья Михаила Власовича. Поздравлять заслуженного столетнего дедушку будет сын, две дочери, шесть внуков и правнук. Александр Петренко, Никита Плотников. Новости дня.